Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем-всем здравствуйте. А все готовятся к вечере, все сейчас будут праздновать, кушать, разговаривать, наслаждаться. И посмотрите, как у нас выпал снежок, какая у нас красота. Это такая редкость, прямо точно-точно снег. Смотрите, и 25-го он выпадал, и сейчас просто такая красота, и снег идет. Я сейчас буду освобождать свою плиту. А что у меня в плите? А в плите у меня сушатся подсвечники, натуральные. Вот такие вот подсвечники на стол я поставлю. Сегодня выпечку, будем пить чай. Вот такие вот у меня подсвечнички получаются. Я люблю всякие такие штуки. Во-первых, это запах, они бактерицидные. И вот такие сердечки, но сердечки сухие, они пойдут, вот сейчас они высушиваются, в благословение. Например, я кладу такое сердечко, когда дарю чаи свои. И обязательно сердечко сверху. Открываешь чай, а там сердечко, а потом уже чай. Вот такие кругляшки, сердечки, получается очень-очень даже красиво. Все, я сейчас освобождаю плиту и положу туда свою шарлотку. Как делать шарлотку? Очень просто. Стакан сахара, вам понадобится 3 яйца, стакан муки. И можете использовать корицу, яблоки, яблоко 3, 4. Значит, берем сначала 3 яйца, взбиваем, добавляем туда тонкой струйкой стакан сахара. После этого добавляем муку. Немножко размешали. На этом этапе берем на край немножечко соды, гасим лимонным соком, вбиваем, только не железным, а чем-нибудь пластмассовым. Дальше, после этого опять добавляем муки, сколько нужно. Я обычно вот так просеиваю и до консистенции сметанки. Все готово. Я делаю такие вещи на раз, два, три. Так, сейчас поглотить, чтобы не было комочков. Только смотрите, чтобы не было комочков. У меня есть видео, я миллион раз и один делала шарлотку. Так что вы прекрасно можете зайти в кулинарию, найти там мою королевскую шарлотку и сделать ее за 10 минут. Ну, конечно, пропекаться она будет минут 30, но это самая полезная выпечка из всего того, что мы имеем. Вы знаете, меня поражает массовое отравление людей в садиках, в школах, в лагерях. Это из года в год, из года в год. Где вы берете продукты? Вы знаете, и я брала себе деток. Я брала по 10 деток, чтобы их родители отдохнули. Благословляла, так сказать. И вы знаете, никогда мои детки ничем не болели. Ни-ка-гда. Потому что, потому что все продукты были домашние. Если это яйца, то это яйца из соседней фермы. Если молоко-молоко от наших родных и близких. Ну, я имею в виду моих соседей. Если я просто не ленюсь, я делаю закупки. Я периодически в городе живу, периодически в селе. Я же говорю, у меня нет определенного места жительства. Я живу на три города и на два села, скажем так. Невозможно сказать, где сегодня я или где завтра я. Я в разных местах. На три города я очень мобильный человек. Очень мобильный человек. И мне нравится такая жизнь. Я живу всем, всем, чем только можно жить. Всем, что Господь Бог дает. Я живу лесами, озерами, полями. Я живу морем. Я живу, я просто живу. Я живу и наслаждаюсь. Я не сижу в конуре. Мне это невыносимо. Я не понимаю, как люди могут сидеть в конуре. Но мы не будем отвлекаться. Так вот, глядя на статистику последних отравлений детских именно, я хочу сказать, прекратите заниматься коррупцией. И давать тендеры своим родным, близким и всякой другой нечистью, которым наплевать на детское здоровье. Находите, находите фермы. Поощряйте людей. Выделяйте, это я обращаюсь к правительству, выделяйте на поощрение фермерского хозяйства. Не забивайте людей. Не ставьте налоги на дополнительный заработок людей. Люди работают официально, еще плюс имеют дополнительный заработок. И они обязаны платить за это, за то, чтобы выживать. Они и так не имеют права никакого, как люди, жить. Они не могут учить своих детей, например, в Гарварде. А почему? Почему они обязаны учить своих детей у неучей? Почему они обязаны лечить своих детей у нелечей? Почему? Потому что у них не хватает финансов. И тут, когда я узнала, что вам в некоторой стране поставили еще налог на самозанятых, ну меня это вообще взбудоражило. Я представляю, если бы в Украине, например, поставили бы налог на самозанятых, а у нас самый занятый, у нас каждый работает, и еще он самозанятый. Кто-то в Италии самозанятый, кто-то самозанятый, у кого-то там, я не знаю, свои козочки, у кого-то свои коровы, почти в каждом дворе у нас. Это просто люди сразу спунтуются, выйдут. Просто сразу. Это сразу будет массовое такое. Ну это я вам говорю, как оно есть, как оно у нас в каждом городе. Даже в Киеве у нас масса самозанятых. Ну, например, репетиторство, или парикмахерские условия, или там ногти делают по домам, тоже ходят. И что? Я не знаю, я не знаю. Так они, кроме того, что они работают, они еще самозанятые. Благодаря этому все равно все деньги идут. Так где они тратят свои деньги, друзья мои? Они тратят деньги в магазинах. Они тратят, покупая товар. С каждого товара снимается налог. Они тратят деньги, оплачивая за электроэнергию. Они тратят деньги, оплачивая за коммунальное хозяйство. Они тратят деньги за воду. Они тратят деньги... Все равно это все идет... А теперь, когда на них будет вот это вот давить, проверять, штрафовать и так далее... Это мне девочка написала. Она говорит, я побаиваюсь. Она из Москвы. Теперь я побаиваюсь. Как я часто стала слышать от моих подписчиков слова побаиваюсь, страшно. И они просят меня сделать видео на эту тему. Я делаю видео на эту тему. Вот я говорю, ты меня попросила, я не называю твое имя. Она живет в Москве. Единственное, что... Говорит, если хотите, скажите, где я живу. Москва большая. Вот. И вот это она сказала. Да вы что? Что вы делаете? Наоборот, когда тяжело жить, наоборот, поощряйте. Это был момент в Советском Союзе в 90-е, когда так тяжко было. И в этот самый момент Горбачев закрыл как раз-таки глаза на кооперативы, на самозанятых. И страна очень быстро выплыла. Три-пять лет. Страна просто выплыла. Появились богатые. Все пошло. Я сейчас не говорю о тех, кто воровал-наворовал заводы. Это нет. Это вот, смотрите, туда в сторону депутатов. Это там эти умельцы в правительстве. Они сейчас там. А я говорю о людях, которые создавали кооперативы, которые действительно своим трудом... У меня был знакомый один, Андрюша, он создал, напротив жил. Женился на моей родственнице, на Шмидт, на Леночке Шмидт он женился. И детки у них, Франческа, и Олечка. Олечка. Оля и Франческа. И вот он, кроме того, что он вообще работал военным, он приходил и по вечерам сделал такой мини-кооператив. Там четыре у него машинки было. И он шил джинсы пирамиды, если вы помните, тогда были модны, пирамиды и мальвины. Вот. И юбки пирамиды и мальвины. И мне сшил, и мы ходили, и шикарная юбка, и шикарные джинсы у меня были. Потом он перешел на шитье труб, трубы так называемые, джинсы-трубы. Вот. Поэтому я вам хочу сказать, что они нормально начали жить. Нормально. Это и ремонт сделать, это и туалетную бумагу нормальную купить. Если вы не можете людей обеспечить работой и достойные зарплаты, так хоть не лезьте, не залезайте к ним в карман уже в их личный. Потому что это не вы им предоставили заработок, это они сами нашли. Это не вы их научили. Это они находили всячески, находили варианты, как научиться этому. Кто этого военного учил Андрюшу? Никто его не учил. Он сам научился. Он же ж военный был. И вот тогда, это я на примере на одном просто скажу. За пять лет уже в 97-м страну было не узнать. Это с 92-го, я говорю, до 97-го. Благодаря тому, что вот так вот сделали. И в 2000-м уже страна, можно было сказать, в нормальном состоянии была. Ну а 2002-й, 2005-й, вы знаете, это самый расцвет во всем бывшем Советском Союзе. 2003-й, 2005-й год, мне кажется, замечательный год был. И если бы дальше-дальше все это поднималось, но, к сожалению, к сожалению, когда кое-кто видит, что кто-то развивается, сосед развивается без нефти и без газа, а сами, как это так, то начинают, скажем так, тушить. Ну, кто умный, тот поймет. Кто дурак, тот останется дураком. Поэтому в защиту, в защиту этой девочки, меня это никак не касается, я знаю, что мне это уже напишут, и у меня... Я не собираюсь касаться, потому что, когда касаешься чего-то грязного, ты сам можешь замараться. Но когда чистое, а все, что на нашем канале, я считаю, это чистое, это бриллианты, это изумруды, когда чистое боится и страшится, тогда я прошу за это чистое. Девочки, давайте помолимся за эту девочку и вообще за всех тех, кто находит способ как-то выжить, как-то заработать, чтобы их обошло вот это вот грязное действие, чтобы их не посадили, чтобы их не штрафовали, чтобы не приблизилась нечисть к порогу их. Ну и к вашему порогу тоже, да не приблизится никакая нечисть. Господи, огради этих людей от нечисти. Которая лезет уже прямо к ним в дом. Ну вот и все. Вот так вот. Аминь. А я заговорилась с вами. Просто заговорилась. Но мне приятно, в принципе. Дальше все просто. Беру противень. Этот противень я уже... У меня этот противень на все случаи жизни. Я в нем и выпекаю. Вот такой он у меня уже весь подертый. Весь это его нужно прочищать. Расчищать. Я у меня сейчас столько выдержал. Я и курицу в нем, и все-все-все. Чтобы не покупать миллион посуды, я не люблю. Я минималист. У меня есть три миски. И слава Богу. У меня есть один противень. Два противня. Еще один у меня есть. И все. И слава Богу. Мне этого достаточно. Потому что у меня здесь есть противень. У меня, представьте, в летней резиденции противень. У меня у Артемчика в Киеве противень. У меня в морской резиденции противень. Если все сложить противень, то будет как у вас дома. В одной квартире. Поэтому я везде по одному, по два держу. Да и хватит. Так. Теперь, дорогие мои, чуть-чуть. Буквально немножко. Чуть-чуть. Все. Стоп. Чуть-чуть. Вот так. Вот так. Вот так. И как бы такую делаю, как бы покрывала стилю под яблочки. Яблочки у меня тоже нарезаны. Готовы. Вот они. Хорошо. Это мои яблочки. Они у меня сохранились до января. Еще в очень даже достойном состоянии. Я очень рада. Зимние есть яблочки. А есть летние яблочки. Ну вот именно эти яблочки у меня зимние, которые я последний раз собирала. Помните, я вам показывала. Вот. Они у меня все сохранились. Для моей шарлотки. Я очень много яблок использую, потому что стараюсь выпечку не покупать, а делать. Вся выпечка – это отрава. Диетологи, они сформировали черный список для сладкоежек. Поскольку я перевожу постоянно сайты американских ученых, норвежских ученых, швейцарских и других. Я подписана на многие контенты платные, в том числе. Мне не жалко тратить какую-то копеечку на знание, на мудрость. И я уже заметила, что мои переводы... Ну, я работаю тоже под псевдонимом и самозанятая я. Нет, на самом деле я перевожу некоторым по просьбе под псевдонимом, естественно. И делаю переводы во многие даже знаменитые газеты. Не буду перечислять, какие. По стилю вы можете сами догадываться. И они очень даже... Я заметила, что некоторые даже воруют мой контент. Ну и на здоровье. Именно на здоровье. Потому что нужно здоровье. Жалко, что наши не выделяют деньги на создание таких лабораторий прямо при университетах диетологических, где доктора наук вместе со студентами, как это делают в Вашингтоне и в других развитых городах США и стран других мира, нету этому развития, не дают. Ну, в общем, диетологи, они сделали уже черный список. Я про него рассказывала, что там несколько видов продуктов, которые провоцируют онкологию. И лидирует эта устрашающая пятерка. Кексы, леденцы, горячий шоколад, десерт брауни и газировка. Хуже всего дело обстоит с кексами и пирожными. Какими? Не вот такие, которые мы сейчас с Вами делаем, а с добренной цветной глазурью. Обычно такой имеют замысловатый химический состав и химический цвет. И детки бросаются, потому что у них синдром дефицита внимания у любого ребенка. Если Вы возьмете яркую конфету невкусную и вкусную такую тусклую конфетку, то у ребенка рука потянется за яркой конфеткой. Вот это и есть синдром дефицита внимания. Кто деток изучает, а я работаю с детками, поэтому я это знаю. Вот. И знаете Вы об этом. В качестве красителей всегда применяют нефтепродукты. И вот они, они влияют на возникновение рака. Если у Вас яркая печенька с глазурью, повесьте ее на елку. Не вздумайте давать своему ребенку. Вот потом массовые отравления в школах, в лагерях, в, я не знаю, в садиках, потому что вот эти глазурированные печеньки дают. Дают всякие подарки вот эти, не контролируют, за тендер покупают право на доставку продуктов и доставляют всякую нечисть, сбрасывают детям. Что дитё? Прошло и прошло. Не прошло, так кто там знает. У родителей мозгов нет. Не каждый же пользуется мудростью. И вот такой сироп, там есть сироп такой, вот в любом леденце там добавляют, знаете, генетически модифицированную кукурузную, кукурузный такой сироп есть. И плюс еще красители, все, вот это дуэт, онкология стучится в дверь. И такой же сироп обычно добавляют в газированные сладкие напитки. Как только Вы покупаете газированный сладок напитки, Вы можете же сделать самим. Я делаю прекрасное мохито, сама, там чуть-чуть соды нужно. И все, и пусть шипит, но это будет полезно. В согревающем горячем шоколаде немало гадости. Если Вы в кафе любите горячий шоколад, если Вы не сами делаете, когда Вы сами делаете из своего сливочного масла, из какао, Вы четко знаете, что Вы туда положили. А если Вы идете в кафе, там очищенный сахар, не самого высокого качества. И гидрогенизированное масло 100%. Опять вот этот дуэт, это все. Поэтому диетологи советуют особенно родителям маленьких деток, да и больших тоже. Обращайте внимание не только на калорийные сладости или не калорийные, на данные о калорийности, но на состав продукта. Потому что есть проблемы, которые, они гораздо хуже, чем полнота. И посмотрите, какая красота. Все, все делаю очень просто. Теперь поехали. Ой, ой, ой. Надо убрать, а то я одной рукой. Ладно, я знаете, что сделала. Я, наверное, вот так вот поставлю. Я сама себе режиссер. Я сама себе оператор. Единственное, что у меня есть. Цензор. Один парень. И этот же парень является редактором. Все. Так, сейчас я вот это все уберу. Ну, а я лишь могу уже отредактированные, прошедшие цензировку, цензурирование, и еще можно сказать, цензурацию, комментарии прочитать. Как книгу я включаю и читаю как книгу в удовольствие. Получаю массу благословений. За каждого из вас молюсь и говорю, Господи, за каждого, за каждого, говорю, Господи, дай каждому моему подписчику по нуждам его воздай. И сверх того воздай. Окуни его в радость. Научи, открой глаза. И вы знаете, действует. Действует, потому что столько свидетельств. К сожалению, не все благодарны Богу. Не все пишут свидетельства. А ведь, когда человек пишет свидетельство, он просто ободряет другого. Он собирает свои кирпичики в раю. Посмотрите, что получается. А вот что получается. Вы знаете, сахар любит... Яблочки любят корицу. Я забыла сказать, что я немножечко добавила корицу на яблоки. И лимонного сока. Потому что мои яблочки долго лежали. И витамин С немножечко, я так на вкус прочувствовала, покинул. Пришлось добавить. Что я делаю вот с этим? Здесь у меня вот тут такой состав. Это не кофе, а это цикорий. Цикорий. Это у меня корица. Вот это желтенькая имбирь. А вот это сахар. Я все вместе... Самый плохой продукт из всего этого сахара. Я сейчас все вместе в кофемолку. И в конце, когда приготовится... Вот это у меня минут 30-40. Я не знаю, сколько будет готовиться. Может быстрее. Приготовится шарлотка. Я сверху посыплю вот это такой пудрой. И все. И все, друзья мои. У меня все готово. А я люблю вас. Будьте благословенны. Вы и ваши близкие. Пока-пока.